Всем привет, друзья! Меня зовут Ольга Ермилова, и сегодня мы с вами поговорим на тему, а стоит ли делиться своими позитивными эмоциями, своими планами, вообще чем-то хорошим с другими людьми? Или, как говорится, сглазит, никому не говори, сиди, счастье, любит тишину. Давайте разберемся в этом вопросе, потому что он действительно очень важен, потому что когда у тебя очень хорошо дела, страшно хочется об этом кому-то рассказать. И бывает такое, что вы кому-то об этом рассказали, и опа, не получилось. И многие люди предпочитают удивительным образом делиться плохими вещами, постоянно жаловаться и, что называется, прибедняться. Казаться немножечко беднее, хуже, скромнее. И, кстати, эта стратегия, я помню прекрасно свою маму, она вот у взрослого поколения чудесно работала, и люди постоянно старались прибедниться. Потом появилась такая история про выпендриться, похвастаться, но давайте разбираться, что-то в моей жизни произошло хорошее. Или, например, я поставила себе какую-то цель, какие-то планы, и мне очень хочется об этом рассказать, но я не знаю. Потому что бывает так, что ты об этом рассказываешь своим близким, а они тебе вместо ожидаемой тобой поддержки говорят, да ты, блин, ничего у тебя не получится, ты что вообще странный, перестань вот это вот мечтать, летать в облаках и вернись, пожалуйста, на землю. Все это фигня. И, конечно же, одни люди очень сильно расстраиваются и действительно понимают, что они какие-то дураки. Другие люди очень сильно начинают переживать и обижаться, что у них такие родственники, которые их и поддерживают, и как же так, ведь вы же должны в меня верить, и их мои родители. В общем, не мне вам рассказывать, у каждого есть свое. А кто-то вообще уже не понимает, что с этим делать, потому что получается, что хорошим поделиться не с кем. Все с удовольствием переживают твои трагедии и проблемы, и людям нравится принимать в этом участие, а вот в чем-то хорошем нет. Давайте будем разбираться с вами с той позиции, о которой я все время говорю, с позиции сил нашего разума, управления с помощью наших мыслей и энергии. Давайте теперь посмотрим на ситуацию несколько с другой стороны. Мы уже с вами знаем о том, что есть миллион всяких убеждений, которые работают, исходя из того, верим мы в это или нет. То есть, в принципе, если вы верите в то, что если вы кому-то о чем-то расскажете, и это не сработает, то в вашем случае это убеждение будет работать. Но если вы хотите узнать, как это работает на самом деле, то сейчас я вам об этом расскажу. Итак, мы уже с вами знаем, что каждая наша мысль имеет определенную энергию и такую вибрацию. Есть вибрации высокие, есть вибрации низкие. Низкие вибрации, они все связаны с какими-то моментами осуждения, грусти, разборок, переваривания чего-то, переливания, знаете, что называется, из пустого в порожнего, зависти, негативных историй, которые, в принципе, не окрыляют вас. И есть вторая история. Это наши мечты, это наши цели, это то, что нам нравится делать, это радость, это то, что вызывает у нас некую эйфорию. И все это высокие вибрации. Мы уже тоже знаем, что у нас в жизни работает везде закон притяжения. То есть, то, о чем мы думаем, то, как я говорю, мы вибрируем, то мы и притягиваем. И, соответственно, если вы находитесь вот в таких низких частотах, и вы много жалуетесь, это притягивает к вам болезни и еще больше проблем, что называется, черная полоса ваша становится широкой. Если вы больше умеете радоваться за других, ваши мысли достаточно позитивны, вы мечтатель, вы человек, который никогда не расстраивается, ну, по крайней мере, насколько это возможно, вы человек, который верит в себя, вы человек, который верит в то, что он может все. В этом случае ваши вибрации высокие. Теперь смотрите, что получается. Когда мы боимся и прибедняемся, и начинаем другим жаловаться на жизнь, для того, чтобы не показаться, что, знаете, побояться, что у тебя слишком хорошо, у другого человека плохо, и он расстроится. Ну, в общем, мотивация самая дурацкая есть у всех. В этот момент, когда вы начинаете прибедняться, вы начинаете находиться на низких частотах, то есть ваши вибрации низкие, и, соответственно, вы притягиваете в этот момент негатив. Ну, какие-то такие негативные истории. Если же вы, наоборот, решили с кем-то поделиться, то вы, и, кстати, когда вы делитесь негативным, вы не только к себе это притягиваете, вы другим это отдаете, хотя люди этого не понимают. Люди могут этому радоваться, но по факту излучение идет негативное, и в жизни таких людей, как правило, всегда гораздо больше тем по поводу того, как все в мире плохо, нежели чем как все хорошо. Когда вы говорите о чем-то классном, у вас есть мечта, вы что-то придумали только что, вы делитесь хорошим, и в этот момент вы излучаете хорошее, и вы притягиваете к себе хорошее. По этим вот двум моментам, которые я сказала, уже понятно, что выгоднее для всех. И для вас прежде всего, потому что я уже говорила о том, что эгоизм это очень круто, для вас прежде всего выгоднее говорить о хорошем, потому что в этот момент вы притягиваете хорошее к себе, и вы даете другим людям. Но есть же другие люди, у которых есть свои реакции. И, как правило, обычный непробужденный человек, человек, который живет такой вот своей жизнью, он реагирует на хорошее плохо. Почему? Потому что, первое, у него все плохо, а как это где-то хорошо, он сразу же начинает это куда-то там, знаете, пытаться сделать так, как привык. Вот что ему не дай, это знаете, как в мультике Том и Джерри часто было там, когда ты попадаешь в какой-то станок, кот становится бутербродом, там, помните? Все становятся бутербродами, неважно. Вот у человека с низкими вибрациями он умеет любую ситуацию перекрутить на трагедию. То есть, если, например, вы приходите к своим родителям и говорите о том, что вы там что-то придумали, что-то начинаете, с кем-то познакомили, они обязательно скажут, маньяк, это все фигня, тебя затянут в секту, это не работает, ты дурак у нас, не зря у тебя были тройки. Они всегда найдут, чтобы такого вам сказать. Ну, это не касаемо, я надеюсь, что не у всех такие родители, но это не потому, что они плохие, они так привыкли. Поэтому эти люди всегда находят негативное. И что делаете вы? Вы начинаете расстраиваться за них, не понимая, что это их реакция, их жизнь и вообще все их. И к вам это не имеет никакого отношения. Вы должны понимать, что ваш нездоровый эгоизм проявляется не тогда, когда вы думаете о себе, а тогда, когда вы их заставляете, чтобы они реагировали так, как хотите вы. Вы хотите, чтобы они за вас радовались, а они за вас переживают, ну, потому что у них другая модель мира, потому что у вас станок по деланию гамбургеров, а у них станок по картошке фри. Все, вы никто из вас, ни плохой, ни хороший, разные. Поэтому первое, что вы должны понять, другие люди не будут реагировать так, как хотите вы. Они будут реагировать так, как привыкли они. Вы ведь тоже не реагируете так, как ваши родители или друзья, которые говорят все плохо. Вы просто разных пород. Они пудели, а вы овчарки. Или наоборот, все, не надо, коты, собаки, бесполезно. Поэтому что вы должны теперь осознать? Что первое, говорить нужно только о хорошем и о своих планах нужно стремиться рассказывать, особенно если вы понимаете, что это вас прокачивает, что это дает на вас, накладывает некое хорошее обязательство, потому что я лично, когда заявляю о чем-то вслух, это как бы дает публичность моим каким-то намерениям, и это помогает мне не слиться в тот момент, когда вдруг я проснулась и решила себя пожалеть. Это первое. Второе. Мы должны понимать, что люди есть, которые реагируют по-разному. Но вы-то уже знаете, где люди и как будут реагировать. Вы, например, сказали один раз и увидели реакцию ваших родителей или ваших друзей. То, что вам хотелось бы, чтобы они реагировали на это по-другому, это ваша проблема, не их. Поэтому перестаньте быть эгоистом в контексте изменения других людей, потому что вы сейчас себя ведете так же, как они. И поймите, если человек отреагировал так, ага, он неплохой, он нехороший, я не буду с ним делиться этой вибрацией, потому что он ее не поддерживает. Это как будто бы вы утром выдавливаете свежий фреш апельсиновый, а человек хочет газировку. Поэтому вы думаете, окей, но кто-то же хочет фреш. И вы находите непременно, когда вы находитесь на вот таком излучении, вы непременно найдете в своей жизни людей, которые это разделяют. И мои, например, рерайтовцы, кто учится у меня в марафоне и в клубе, говорят о том, что когда они начинают сейчас общаться в своих кругах, понятно, что среди рерайтовцев они все друг друга поддерживают. Но когда они общаются в своих кругах, они вдруг узнают и начинают понимать, что там маникюрша их увлекается этой темой, тренер по спорту и так далее. Люди друг друга вы обнаруживаете, потому что у нас появляются другие маячки. Мы обнаруживаем друг друга по улыбке, по какой-то фразе. Мы сами друг друга притягиваем. Поэтому не волнуйтесь на тот счет, что вас некому поддерживать. А если вы реально паритесь, что у вас не те друзья, не те знакомые, это говорит о том, что вы еще до конца не пробудились. Вы не плохой и не хороший, вы в процессе, вы молодец. Вот что происходит. Поэтому делиться нужно с теми, кто вас поддерживает. А кто вас не поддерживает, не нужно прибедняться, но и не нужно об этом говорить. Научитесь обходиться фразой. Мои дела прекрасны, с каждым днем все лучше и лучше. Прости, я сейчас не хочу обсуждать вот эту тему. Прости, я не готов, я сейчас немножко занят. Извини, мне эта тема сейчас неинтересна. Не бойтесь быть собой. Не бойтесь, что они подумают о том, что вы теперь зазнались. Если они так подумают, это просто означает, что ваши эскалаторы разошлись еще больше. И это говорит о том, что у них есть эгоизм. Точно так же, как и ваш эгоизм будет таким, если вы вдруг сядете, и людям, которым это вообще сейчас, от них это супер далеко, вы попытаетесь рассказать им про законы вселенной. Они скажут, что вы дурак. Они вас обзовут, они будут злыми на вас. И это абсолютно нормальная реакция, потому что им это неинтересно. Это как сейчас, я приди на химические заводы, мне начнут что-то там провалентности рассказывать. Мне тоже это сейчас неинтересно. Поэтому просто осознайте это и не лезьте. Мы очень часто хотим изменить других людей, помочь им. Помочь мы можем тогда, когда человек просит об этой помощи. Он это не всегда просит вербально, он это просит иногда какими-то другими знаками, но вы это ощутите и почувствуете. Но если ему прекрасно в той жизни, в которой он находится, ему нравится там быть, ему нравится обсуждать проблемы, ему нравится находить других недостатки, ему нравится, ему нравится. Для него это прекрасная среда и его жизненный опыт. И возможно, когда-то он захочет измениться, а может быть не захочет. И это тоже его личное право. Поэтому подумайте на эту тему, пожалуйста. И для себя решите и поймите, что говорить о хорошем нужно. Все плохое, переставайте об этом говорить, и вы увидите, что это перестанет в вашей жизни каким-то образом фигурировать. Когда меня спрашивают, ну как вы переживаете депрессии, ну у вас же бывает плохое настроение, у вас же бывают проблемы. Я улыбаюсь. Я просто улыбаюсь, потому что действительно наступают моменты, когда ты перестраиваешься, когда это обходит тебя стороной. А любые мелкие какие-то неприятности ты превращаешь в свой опыт или просто на них не реагируешь. Точно так же, как вот я еду по дороге, есть какие-то маленькие камушки, но резина у меня в машине настолько хорошая, большая, что я их просто не ощущаю. Вот, собственно, и все. Я, как всегда, приглашаю вас, конечно же, в свои соцсети, на YouTube, в Instagram, где вы можете больше читать, смотреть моих видео, читать моих постов на эту тему, потому что если вы регулярно будете подпитывать свой мозг, то, соответственно, вы увидите, что ваши изменения в жизни начнутся быстро. Не расстраивайтесь, а находите причины для радости. И, конечно же, приходите ко мне на Рерайтер жизни. Новый поток стартует 1-го числа, где я вас всегда буду рада видеть. И постараюсь не то, чтобы научить, а поделиться, объяснить принципами устройства нашего разума, того, каким образом мы взаимодействуем с миром. И я могу вам точно сказать, что ваша жизнь изменится к лучшему и изменится настолько быстро, и так круто, как вы сами этого захотите. Потому что мы и есть главные властелины своей жизни. И это прекрасное осознание, которое к вам непременно придет, если вы будете больше меня слушать и смотреть. Обнимашечки, не забудьте поставить лайк, если у вас есть вопросы, всегда пишите. Будьте благодарными, потому что благодарность одна из сильнейших энергий в нашей Вселенной. Обнимашечки!